Всем привет! В этом видео я покажу печатные корпуса для оригинальной трассерной насадки A-Stage Lighter S, а точнее для ее внутренностей. Данная идея появилась у меня благодаря Максиму Старк, так что спасибо ему. Стандартный корпус выглядит достаточно скучно, в основном поэтому и были разработаны корпуса, имитирующие существующие ДТК и компенсаторы. Из того, что мне понравилось, я скопи-пиздил усредненный дожигатель от NAVSK, ДТК и компенсаторы типа Tornado, SLR Rifleworks и Macbook Vs. Но по желанию головы корпуса можно комбинировать между собой. Новые корпуса созданы для установки на карабины, резьбовая часть по умолчанию 24 на 1,5 мм, то есть для АК. Но универсальность наше все, поэтому в архив добавлены переходы с резьбовой частью 14 плюс и 14 минус для всех остальных. Так, пожалуй, надо показать процесс сборки, но перед этим нужно рассказать о совместимости печатных деталей между собой. Корпуса 1, 2, 3 совместимы со всеми головами, только головы 9 и 10 не имеют возможности поджатия трассерной платы в корпусе, если по каким-то причинам вы установите платку без фиксации винтом. А корпус номер 4 совместим только с головами 9 и 10. Начинаем сборку. Для этого изначим внутренности из оригинальной насадки. Откручиваем крышку и через провязь в плате тонкой крестообразной отверткой откручиваем винтик. Выпала плата, кнопка и винтик. Кнопочка нам уже не пригодится. Имейте ввиду, что китайские реплики могут сильно отличаться по размерам, даже между собой. И без допилинга корпуса могут не подойти по размеру. Берем понравившийся печатный корпус и примеряем плату по месту. Если платка себя чувствует достаточно свободно, можно отцентрировать ее изолентой. отцентровали. Теперь перед окончательной установкой платы поставим в посадочные места обновленную кнопку. Форма специфическая, но я другой не придумал. Устанавливаем. Кнопочка установлена. Теперь ставим плату и фиксируем винтом. Теперь можно прикрутить понравившуюся голову. Проверим работу кнопки. К сожалению, индикации светодиода включения никак не увидеть. Зато можно увидеть индикацию выключения, что говорит о работоспособности кнопки. Теперь посмотрим совместимость резьбы с карабинами типа АК и АР. В наличии есть Ксюха от Цимы и Арка от Классик Армии. На Калаху корпус прикручивается без перехода, а на Арку, соответственно, только с переходом. Ксюха от Цимы и Арка от Классик Армии. Ксюха от Цимы и Арка от Классик Армии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такие дела, комрад. Если тебе пригодилась модель какого-либо из компенсаторов, автор будет не против пожертвования в адрес канала. Своеобразное спасибо, мотивирующее на создание новых полезностей. А на сегодня всё. С наступающим и до встречи в новом году. Пока.